15 февраля – это день вывода советских войск из Афганистана. Все дальше уходят в историю события, связанные с Афганской войной, той братской помощью, которую наша страна и ее армия оказали народу Афганистана. Для многих, с честью выполнивших свой интернациональный долг, все, что связано с далекой горной страной, по-прежнему живет в душе. История – это нестареющая память времени на торжественное мероприятие, посвященное 35-летию вывода советских войск из Афганистана, пришли ветераны боевых действий, представители местных властей и общественных организаций, воспитанники молодежных военно-патриотических объединений, жители города и района. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что подвиг солдат и офицеров навсегда останется в памяти народа. Герак, Кундуз, Кандагар, Ифрат и многие другие города, эти скалистые горы Афгана, эти извилистые дороги, аулы, кишлаки, эти шли ожесточенные бои, где теряли своих боевых товарищей. Как это можно забыть? Никогда в жизни это не забудется. Это вечная боль тех, кто прошел горнило этой войны. 175 наших земляков участвовало в тех страшных событиях. 8 наших ребят погибли. Сегодня мы склоняем головы перед матерями, перед вдовами, перед друзьями погибших ребят. Мы вечно помнить будем о них. Они золотыми буквами вписаны в историю нашей Родины. Мы не вправе забывать о том, что было. С особым чувством пришли, чтобы поклониться погибшим героям, ветераны боевых действий в Афганистане и в других горячих точках. Время скоротечит. Но не забываются для ветеранов те дороги в Афганистане, те друзья, которые были рядом. Та взаимопомощь, взаимовыручка, которую они испытывали в горах Афганистана, ведя боевые действия. Вы, придя из Афганистана, создав группу память, активно включились в патриотическую работу. Проводили в школах, учебных заведениях уроки мужества, беседы. И именно те еще тогда ученики, которые широко раскрытыми глазами слушали вас, сейчас они честью выполняют свои боевые задачи в специальной военной операции. Эстафету памяти продолжает нести патриотическое юношество, сверяя свои мысли и чувства с подвигами героев. Мы очень рады присутствовать на данном мероприятии. Мы очень гордимся героями Афганистана. Мы всегда будем равняться на них. И всегда будем их помнить. Медалью и орденским знаком 35 лет вывода советских войск из Афганистана были награждены славянские ветераны боевых действий. Наша армия в афганских горах и долинах доказала, что она непобедима. И память об этих событиях не стареет. После службы на Камчатке в 87-м году попал по направлению, естественно, в Афганистан, то же самое в Шиндант. Пехота. Годы службы 87-89 вышел я с Афганистана 29 января 1989 года. То есть я попал на вывод войск. Службы проходили в пехоте, охрана первого рубежа. Вы наверняка знаете, что большинство войск, которые стояли в Афганистане, стояли в охранениях. То есть аэродромов, трубопроводов, дорог, линий снабжения. В основном участвовали в боевых действиях, как вот сказал товарищ предыдущий, 5-й высотковой дивизии. Там они участвовали. Они постоянно ходили, сопровождали колонны. У них даже было подразделение, которое сопровождало колонны. Они воевали, они погибали. С моего выпуска погибло два человека. Кто думал о том, что молодежь тех лет, которые когда-то ругали, что она не такая какая-то, она оказалась именно той, которой нужна была государство. Они вышли на защиту интересов своей родины. Как это и происходит сейчас. В боевых действиях в Афганистане участвовали тысячи кубанцев. Более двухсот из них погибли при исполнении долга. Сейчас ветераны Афганистана ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Делятся своим бесценным опытом. В Петровской осталось уже 19 человек. Всего было 26. Во время службы никто не погиб. Получили увечья, ранения. А так, я думаю, это воспитание со школы. Родители воспитывали. Мы остались все живы. Общаемся в нас. Сколько осталось. С этим ребятами общаемся. Мне попало так, что из района никого со мной не было. Один я. С Краснодарского края в Разведбате рядом был паренек. Все. Стараемся. Ходим по школам постоянно. Вот на протяжении 15 лет во всех школах. В Петровской я постоянно бываю. Минутой молчания почтили все собравшиеся память славянцев, погибших в Афганистане. Юным патриотам, воспитанникам славянского отделения движения «Юнармия» было предоставлено право возложить цветы и венки к мемориалу павшим. Славянские артисты порадовали всех собравшихся своим искусством. Славянские артисты порадовали всех собравшихся своим искусством. После завершения концерта состоялось возложение цветов к мемориалу, расположенному в парке 40-летия Победы. Это скромная дань памяти тем, кто, не пожалев своей жизни, с честью выполнил свой воинский долг. Прошли десятилетия, но в сердцах ветеранов по-прежнему живет память о тех днях и боевых товарищах. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».